День рождения Путина, 7 октября. Знаем его привязанность к сакральным датам. Не захочет ли он себе сделать очередной подарок в виде очередного теракта? Ну, не знаю, как насчет подарков. Он, конечно, может попытаться что-то предпринять подобного рода. Ну, давайте так говорить. Теракты сами по себе, они имеют краткосрочный эффект. Даже теракт 11 сентября. Буквально мы годовщину очередную отметили, что 11 сентября уничтожившие несколько тысяч человек в Нью-Йорке. Чудовищные теракты. И помним все последствия их. У Путина нет возможности конвертировать ни один теракт в свою военную победу. Потому что условия изменились. Он уже в войне находится с Украиной и фактически с Западом. Ему ответят терактами. Ну, более специфически. Это будут военные акты террора. Почему нет? Возможно? Куда легко возможно? Никто уже теперь не позволит травить в Лондоне, взрывать, врываться террористам. На это последует ответ. Я думаю, я не знаю, я не присутствую, со свечкой не ставлю. Но я думаю, мы это уже объяснили. Слушайте, они часами разговаривают, сотни часов разговаривают с Путиным по телефону. Встречаются, что-то общаются. Могли они ему сказать? Только имей в виду, дружок, если что-то произойдет в Париже или Лондоне, то же самое произойдет в Москве. А может быть и с теми, кто из твоих родственников и доверенных лиц там у нас находится. Мы цацкаться не будем. Может такое быть? Ну, почему не может быть? Поэтому заметили, что с начала 24 февраля ни одного крупного теракта не произошло. 35 было 11 сентября. Это военный террор, который на театре военных действий. Мы говорим о сторонних каких-то террористических актах. Тех, которые могли бы происходить в европейских странах, в Соединенных Штатах. Этого ничего нет. То, что творится в Украине, это военный террор. Это несколько другое. Это не заказные индивидуальные теракты. Это террор, который постоянный. ТЭЦ или Еленовка, или Буча, или что-то. Это происходит постоянно. Но это акты войны. А непосредственно вовлеченных в войну сторон. А вот террористические акты, если вы об этом говорите, на Западе, это немаловероятно. То, что он может ракеты ухнуть куда-то по территории Украины. Конечно, может. Но вообще нет. Это всегда происходило. Он и на День независимости, если вы помните, он ударил по Чаплинову. По поезду. По поезду. Поэтому нет, я этого не исключаю. Такое возможно. Да, конечно. К сожалению. Бессомненно, аудитория фабрики новостей – это патриоты Украины. Но все же есть процент ботов, которые под чужим именем или под своим напишут, что Путин молодец. Забегая наперед, чтобы вы сказали людям, которые до сих пор верят российской пропаганде. Не, ну про ботов вообще говорить нечего. Это двадцатикопеечные, так сказать. И у меня вообще на канале их банят. Я не знаю, как у других. Ну ладно. А значит, а мне нечего им сказать-то. Все слова сказаны. Поэтому мне ничего нового добавить нечего. Сейчас они уже сами пусть говорят. Они уже и говорят, что их обманывали, что так далее. Нужно усиливать этот эффект. Все, что нужно было сказать, им уже давным-давно сказано. Десятилетиями назад. Что из себя Путин представляет и его модель власти. Это все уже сказано. Зачем повторять по сто раз? Я считаю, что путинская Россия не надо спасать. Ее не надо спасать вместе с ее обитать. Путинская Россия. Россию как таковую. Я бы все-таки приложил усилия. Если какая-то другая Россия. Мы ее видели. Она есть. Отрицать это невозможно. Она совсем другая. Диаметрально противоположная. А путинскую Россию не надо спасать. А зачем ее спасать? Пусть она канет в небытие вместе с Путиным. А вот другую Россию спасать стоит. Вот с теми людьми мы диалог и ведем. Мы с ними разговариваем. Мы их в чем-то убеждаем. В чем-то спорим. Да. Этим людей не надо убеждать, что Путин это зло. И затеянная им война, преступления. И оккупация Крыма и Донбасса это преступление. Не надо убеждать. Они и так это знают. С ними может быть диалог. А с теми уже я не вижу смысла разговаривать. Вот у нас в оппозиции принято, что нет, мы должны переубеждать. Никого, ничего переубеждать уже не надо. Поздно. После бучи и позже всего. Зачем кого-то переубеждать? Их надо заставлять. Говорят, нельзя к светлому будущему привезти железной рукой. Это кого нельзя привезти? Вот этих товарищей, которые отрезают, кастрируют органы и возят за танком, убивают у нас. Или насилующих детей. Это их переубеждать? Зачем их переубеждать? Их не надо переубеждать. Их надо наказывать. И те, кто им сочувствует. И те, кто говорят, что это правильно. Их надо карать. А по-другому я не вижу смысла. Зачем? Ой, вы такие хорошие, вы сладенькие, вы неправильно. Мы давайте вас полечим. Мы будем вам помогать. Не надо этого делать. Русский народ, он поделился в неравных долях в себе. И поэтому хорошее всё нужно поддерживать. Им нужно как-то этому содействовать. А всё плохое надо уничтожать. Носители его, они сами себя уничтожат. Им не надо помогать. К ним всё это оттуда из Украины и вернётся. Вы посмотрите на них. Они же как бы готовы друг другу глотки рвать. Ну, так и не надо мешать им. Не надо друг от друга оттаскивать. Оставьте их. Они сами всё сделают. Да, это правда. Эту всю жестокость они же потом перенесут на свою территорию. Их же всё равно рано или поздно выгонят. И они останутся жестокими. Я, правда, не понимаю, откуда вот россиян, там уже воюют обычные парни, откуда у них такие склонности к насилию? Люди, которые даже не военные. А их власть этому научила. Власть их сказала, что так можно. Безусловно, там есть и психологические особенности. Они вызваны как раз положением социальным, психологическим, всяким другим, политическим, бесправие полное. То есть раб страшнее хозяина в этом смысле. Но другое дело, что кто за это несёт главную ответственность? А главную ответственность всегда несёт власть. Эти люди тоже. Но, понимаете, она не первична. А она тоже есть. Разговоры о том, что речь не только о путинской власти, но и о русских, это немного по-другому решается. На мой личный взгляд, я никому не навязываю. Но, прежде всего, в ответе власти. Это она их такими сделала. А они на это с лёгкостью поддались. Им хорошо так. Они сами бесправны. То, что с ними делают в их местах постоянного обитания, они решили сделать в Украине. Приехав во всякие бучи, в Мариуполе, в Мелитополе. Везде, где это происходит. А вот мы тоже какие-то хозяева. А под нами тоже ещё кто-то будет. А оказалось не так. Видите, как оно? Совсем не так. Пришли войска в СУ, и всё. И тебя больше. Чик-брэк. И ты пыль. Поэтому это лучше демонстрация того, что ждёт этих людей. И если они не одумаются, они в эту пыль превратятся. Чё жалеть? Ты их выбрал. Гейтуб канал Фабрика новостей. Ставьте лайк, подписку. А я дякую нашему гостю Марку Фейгину, российскому правозахиснику, та опозиционеру. Дякую вам за час и за цікавый разговор. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует...